Привет, друзья! Меня зовут Егоров Артём, и сегодня разберём, как решать вторую задачу из ЕГЭ по информатике. Условия я взял из демо-варианта 2019 года. В задаче у нас имеется логическая функция и фрагмент таблицы истинности. У нас с вами есть четыре логические переменные W, X, Y и Z, и нам необходимо выписать порядок расположения этих переменных во столбцах этого фрагмента. Для этого давайте сразу взглянем на нашу логическую функцию. В последнюю очередь у нас будут делаться дизюнкции, которые складывают вот эти три части, то есть нашу первую скобку, вторую скобку и нашу переменную не W. И мы замечаем, что наша функция во всех этих строчках равна лжи. А ложь при дизюнкции возникает только в одном случае, когда мы складываем нули. То есть у нас нули должны получаться в первой скобке, во второй, и не W тоже должно равняться нулю. А не W равно нулю в том случае, когда W будет принимать значение единица. И если взглянем на наши столбцы и таблицы, то мы точно можем определить, что W обязательно должна стоять в последней столбце. И здесь пропущено значение именно единица. Если мы W с вами поместили бы, например, в первый столбец, то подставляя значение 0 в нашу функцию, не 0 получаем единицу, и следовательно ответ сразу будет единицей. То есть W не может стоять никак ни в первом, ни в втором и в третьем столбце. Окей, с этой частью мы с вами разобрались. И теперь осталось у нас с вами три перемены. Давайте я освобожу себе место. Выпишем наши оставшиеся три перемены. Это x, y и z. Я их выписываю в любом порядке. И давайте составим таблицу истинности для оставшейся нашей части логического выражения. Для этого выписываем все наборы этих переменок. Их всего должно быть 8. И давайте найдем значение первой нашей скупки. В ней стоит не x умножить на не y. Это умножение будет истинно только в том случае, когда x и y будут по нулям. А оба нуля у нас стоят в первой строчке, во второй строчке, и больше таких значений нет. То есть все остальное автоматом заполняем нулями. Затем найдем значение выражения второй скупки, y эквивалентно z. Когда значения y и z будут одинаковые, функция будет истинно. Значит истинность получается в первой строчке, в четвертой строчке, в следующей строчке, в пятой и в последней. Во всех остальных значениях, так как перемены разные, функция эквивалентности будет принимать ложь. И результат функции находится путем сложения наших последних двух столбиков. Давайте я обозначу ее за f. И мы складываем. 1 плюс 1 будет 1. 1 и 0 это 1. Здесь 0. 0 плюс 1 это 1. Здесь 1. 2 нуля и 1. И мы видим, что среди 8 наших значений ровно 3 строчки у нас отрицательны. Давайте я их выпишу отдельно. Отрицательность у нас была при 0.1.0. При 1.0.1. И 1.1.0. Смотрите, в первой нашей строчке у нас получается одна истина, во второй две истины и в третьей тоже две истины. На w мы с вами уже не смотрим. Кстати, давайте сразу записывать наш ответ промежуточный. w у нас располагается в последнем столбике. И смотрите, в первой нашей строке таблицы мы с вами никак не можем получить две истины. Максимальное количество истины, которое мы можем получить, это одну, если поставим сюда единицу. Ну и судя по нашей таблице истинности, вот здесь тоже должны стоять единички. То есть две единицы. И отсюда мы с вами легко можем найти переменную y. Она в этой строке единственная, принимая значение 1. Значит она находится в серединке. Именно вот в этом столбце. Давайте ее уберем из рассмотрения, так как мы ее нашли. Здесь мы ее тоже уберем. И первую строчку мы тоже уберем, потому что мы ее уже не рассматриваем. И здесь мы давайте ее тоже уберем. И мы получаем столбец, в котором стоит единица и нолик. А в другом столбце две единицы. Две единицы у нас принимает значение x. Следовательно, оно будет находиться вот в этой столбце. А z в первом. Вот такой ответ мы и получаем на эту задачу. z, y, x, w. На этом разбор наш подошел к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, я жду их в комментариях. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...